Девушки отдыхают 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 Я заскочил в какую-то медклинику, говорю, возьмите быстро кровь, а там написано, что вот все прям болезни, все-все-все, вот кровь сдайте и все. Когда будут результаты? Вечером, говорят. Вечером, действительно, я сдал кровь, вечером мне прислали на электронный адрес, на следующий день я должен был за бумагой с печати приехать, и девушка должна мне объяснить, что это значит-то. Связано ли это с гранатовым соком, поскольку я вижу гранаты? Да, это непосредственно. Так давайте мы начнем чистить гранат. Я не умею. Нет, я, в принципе, теоретически, давайте попробуем. Я думаю, какой-то маленький нужен ножичек, чтобы не порезать. Мы возьмем два маленьких ножичка, и будем как-то зернышки граната, да, гранат надрезать, как-то разламывать, наверное, да, в принципе. Ну да, да, да. Вот он как-то вот так разламывается, и вот покатились зернышки, и мы их потихонечку сюда будем. Значит, мы чистим, проверим. Зернышки? Нам нужны зерна, да? Да, а мы что, все зернышки будем? А может, прям так вот кинем, оно раздавится? Дело в том, что, Иван, объясню, гранат от киви отличает масса признаков. Один из них – это большое количество вот этого его желтого наполнителя этого, из которого сок совершенно… О, какой у вас гранат, посмотрите, какая разница. Вот прямо будем делать это. Итак, вы пришли вечером за результатами анализов. И девушка милая, значит, сидит. И, значит, я говорю, быстро объясните, вот, если вы меня не видели, вот по этим анализам, кому они могут принадлежать? Она говорит, ну, где-то десятилетнему ребенку, живущему на курорте со своими родителями-врачами. Тьфу-тьфу-тьфу! Никогда, говорит, не имел. Давайте поаплодируем отменному здоровью нашего гостя. Минус там был один, там я смотрю, что-то какая-то цифра стоит отдельная, говорю, а есть проблемы-то какие? Не можешь так быть? Чем-то плохим может угрожать, если все хорошо. Да. Вот, она говорит, да, есть минус, у вас пониженный холестерин. Я говорю, ну, что делать-то надо? Жрать больше жирного, говорит она. Больше жирного? Значит, отменное, по мнению врачей, здоровье, соответственно, не… не сподвигло вас на принятие сока свежевышленного из граната, да? То есть пьете сельдереевый, вы единственные в семье. Сельдереевый, потому что куда мне дальше-то, у меня лучше, чем как у быка кровь. А сельдерей – это такой сок очень полезный. Друзья, значит, мы уже, я напоминаю, что мы делаем с Иваном Хлобыстином. Мы очищаем гранат. Это работа кропотливая, но когда вы хотите, чтобы ваши дети получали жена, домашний и 3-4 друга, которые в этот момент спорят о судьбах России на кухне, должны получать… Не, они обсуждают либо автомобиль, либо оружие. Кто же у вас там сидит? Ну, мы из звонких 90-х, уже ничего не сделаешь. Сложно себя глупо переделывать. Так, хорошо, Иван. Значит… Мы делаем сок. Так какой мы делаем сок? Представляете, гранатовый или я вижу тут… Мы делаем кровь дракона. Что такое кровь дракона? Кровь дракона. Вот мы делаем… Я пью сельдерей, дети пьют гранатовый сок, чтобы у них был хороший гемоглобин. Когда мы приходим куда-то в кафешку. Так. Потом я сообразил, о чем мы пьем разные соки и пачкаем два стакана. Давайте в одно. Тем более, так это не похоже два вкуса. Один, ну, трава травой. Сельдерей, собственно. Ну да. Вот. Смешали. И нам понравилось. Очень забавный вкус. Странный. Так, значит, дорогой Иван, мы можем, в принципе, уже выжимать сок. Пропорции какие должны быть? Пропорции 50 на 50. Вот так вы думаете, да? Начнем с сельдерея. Так, поехали. Молниеносное. Переключаем на первую скорость. Так, теперь... Нет, я думаю, нужно сделать не так. Нужно выключить, чтобы они будут во время засыпания. Туда, давай, набиваем эту трубу. Угу. Аккуратно. Аккуратненько. Так. Угу. Вот. С горочкой. Я не говорю, что это вкусно будет. Я говорю, что это полезно. Я детей заставляю пить это. Называется «Это кровь дракона». Так. Выключаем. Итак, друзья. Да. У нас есть отделитель пены, ненужный нам. Угу. Угу. Так. Угу. Ну, судя по цвету, это... Ну, это я говорю, это очень полезно. Дорогой зараза он в ресторанах. Странный вкус. Но мне нравится. Но польза? Польза, да. Польза гораздо больше, чем мне нравится. Польза даже несколько превышает. Много сельдерея тоже нельзя, кстати. Он тяжелый напиток. О, тяжелый. Овощи? Для усвояемости, да. Ну как? Ну, что я хочу сказать, Иван? Я прямо... Хочется бороться, да? Хочется побороться с кем-нибудь. У ушка, поверьте, ничего не видно. Вот такой странный... Но он действительно бесконечно полезен, бесконечно тонизирующий, и он хорошо усвояется. Так, друзья, для того, чтобы мы немножко все передохнули после такой порции здоровья, на секунду, Иван, я вас оставлю. У нас короткая рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что тандыр в переводе с избецкого означает «закройте люк, в танке и так прохладно». Так, товарищи, давайте уже решать, скидываемся или не скидываемся, уже без 15 и 11. Джек Лондон, времени ждет. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Иван Ахлобыстин, с которым мы будем готовить закуску. Нет, еду. Извините. Еду. Что, Иван, в качестве еды вы решили нам сегодня предложить, для того, чтобы побаловать наши и так без того избалованные рецепторы? Баловать не буду, буду спасать. Давайте. Значит, люди, которые попадают в церковь и начинают воцерковляться помаленьку, они соблюдают посты. Возникает много нелепиц вокруг кухни, что можно, что нельзя. Вот это очень важно. Креветки можно или нельзя? Вот вообще нельзя, вообще нельзя, но есть островные государства, где это единственный вид пищи, такой адекватный. А почему я слышал, Иван? Это древний устав. А почему? Ну, какой древний устав? Какие в Древней Руси креветки? Нет, в Древней Руси креветка речи не шла. Вот, я хотел вас спросить, а я слышал, прямо ходила такая среди московских рестораторов легенда, что морепродукты признаны постной пищей. Не, не, гады не постные, это называется гады. Гады? Да, это не постные. Когда в мою молодость гадами называли ботинками на высокой подошве гады. Как постные, не постные. Предположим, бывают посты, когда рыбу можно есть, это постная пища. Ну и, соответственно, все морепродукты. То есть это рыба? Морепродукты это рыба? Рыба, да. То есть нельзя креветочку в пост? Можно. Великие. Когда рыбу можно, можно и креветки. А в Великие там есть несколько дней, когда можно. Но так или иначе возникают всегда проблемы, и люди маются, ищут какое-то сыевое мясо, и все ерунда какая-то. В итоге ты приходишь к тому, мне посоветовал дивный совершенно Стас, ну, по возрасту, я не берусь утверждать, что он чудотворец был, но он замечательно эрудирован был, при том, что он в глубоком, находился в таком возрасте почтенном, он очень хорошо соображал, был смешлив, мы на чем-то посмеялись, и среди прочего, я как человек, только входящий в церковь, говорю, а поститься-то как это все? Он говорит, да, самое хлеб и вода, и там вступает гордыня. Все, тебе есть, больше ничего не надо, ты сверху смотришь, ты орел. Но потом придется с гордыней, так что можно, в общем, так себя и особо не изнурять. Но действительно, самый простой тип постной пищи, это хлеб и вода, но это для... Это хлеб и вода? Да. Это на Руси хлеб и вода? Да. А в Италии-то хлеб и вода? Тот же хлеб и вода. Это паста? Паста, да. У нас есть паста, и что же, мы будем готовить разную пасту? Да, чтобы не пропадали макароны. Понимаю вас прекрасно. Мы долго экспериментировали, мы ели соевое мясо, ели всякую ерунду. А, прежде чем мы начнем даже вот говорить, мне кажется, что самое время взять, например, и поставить большую кастрюлю, для того, чтобы варить пасту, да? Я с большим удовольствием сейчас заливаю большое количество воды, потому что воды, когда варишь пасту, должно быть много. Иван, подождите, прямо целую, прямо целую, вот эту вот, да, много делаем пасты. Много, я хотел вторую вскрыть еще. Нет, вторую не надо. Не надо. Спасибо. Спасибо, достаточно. А что же мы в качестве начинки будем делать для пасты? Значит, в качестве начинки для пасты мы будем жарить чеснок. Я не люблю чеснок, вот честно признаюсь, и для меня было удивительно, как... Ну, чеснок мы жарим, и еще что-то будем добавлять туда, к чесноку? Томатную пасту. Томатную пасту, а еще? Все. Оливковое масло. Так, я просто пытаюсь на несколько шагов вперед. Нет, нет, я беру не разнообразием, я беру объемом. Понял. 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 Я многодетный отец. Так, я вас понимаю. А чеснок мы что, мы должны его почистить и прям бросить долечками? Не, не, не должны, не должны. А зачем же ты меня отобрал? Все, вот я просто помогаю. Иван, потому что все уже, нельзя медлиться. Кушь все, тут такое дело. Медлить не нужно. Сколько нам нужно чеснока? Весь. Весь, в смысле? Ну, вот весь. Ничего себе. Он странное тоже дает, странную вкусовую комбинацию. Я не люблю, терпеть не могу лук и чеснок. Подождите, значит, как мы? Мы крупно режем чеснок. Да, мы его пожарим. Мы нальем сюда оливковое масло. Сейчас, мы дорежем чеснок. Крупно, я так понимаю, ну вот как-то вот. Нас научили на Сицилии делать это. Иван, посмотрите, вот так, да? Ну да. Так. И чеснока должно быть действительно много. Много, да. Он должен такой, но закрыть. Ну, не обязательно, мы же не будем кормить сейчас большую семью. Сказал Иван, который хотел разломать две пачки. Ну да, я привык, у меня репетит. У вас же, наверное, должны быть гигантские кастрюли дома. Да, да. Большие сковородки. Вы же когда готовите за стол, садится 8 человек минимум. Нет, я не люблю ни с кем есть. Я ем один. То есть папка ест один? Да. Да, меня раздражает, что они в рот смотрят. А как еще не смотреть в рот, когда у папы есть еда, а у детей? У детей нормально. Нормально, да? Дети там балованные. У меня в основном дочки. А что дети любят? Что ли дети? Ну, подождите, правильно, Иван, помоги. Четыре дочки и двое сыновей, да? Да, и двое сыновей, да. То есть и матриарх от семьи такой получается? Ну да, девчата. Ну, я больше девочек люблю. Мальчики-то они сами должны устроиться. Для меня они странноваты. А вот девочки ездят на мне, обманывают старика. А каким образом обманывают старика? А вот, предположим, они должны в школу уходить в 7.40, а мне в 8 вставать. В машину приходят в 8.30. Они знают, что у меня здесь заветные сладчайшие 20-30 минут поспать. Так и что? И вот папка спит 20 минут, а девчонки-то уже встали в школу. Они встали, они уже выходят, они знают, что я хочу спать. Они все знают, они хорошие психологи. Они подходят и начинают рассказывать. Понимаешь, папа, у одной хромой девочки не было 10 рублей для того, чтобы купить себе булочку на обед. Мы взяли у Маши Потаповой для того, чтобы хромой девочке отдать. Но теперь Маша Потапова должна, значит, вернуть. И начинается долгий рассказ вот этой всей финансовой интриги. В смысле которой от отца требуют деньги. Да. А у спящего отца, а это мой опыт подсказывает, взять деньги гораздо проще, чем у бонуса. И поэтому я нахожу в себе силы и не просыпаться, и показывать на карман жилета, в джинсах, если успеть сказать. Есть еще вариант почеса. Совсем как живот. Почеса? Живот. Это самый действенный вариант. Лежишь, спишь, подходят, чешут спину. Но как откажешь? Вань, какие блюда у вас в семье пользуются наибольшим спросом? Вот что можно сказать? Ну, это были у охлобыстиных ели... Ну, ты знаешь, по большому счету, будешь смеяться, но то, что второе мы сделали, это чудное. И это для поставок хорошо, это разнообразит очень. Так. А то, что останется, мы отделим частью макарон, мы смешаем с обычным лососьом, добытым из банки такой железной. Ой, это вкусно, и мы любим так. Это клево. Оно вот незатейливо, но оно сытно. Причем оно, когда чуть-чуть пригорает там корочка. Нет, можно, конечно, когда приходят высокие гости, что-нибудь там, бешамель, ну, сложно выбирать. Но зачем, если они тоже надеются, что попадут на макароны с лососьом? Конечно, если ради этого и шли люди. Нет, если чудить, нужно идти в ресторан, где люди на профессиональной основе... Ваня, а как же вы с семьей? Вы ходите в ресторан, это стол на десятерых обычно берете? Да, но мы можем несколько столов брать. Вот это папа большого семейства. Нет, здесь вот главный подход. У нас одновременно проводил я индейские вечера. Что это значит? Мама уезжала, мне кормить надо это все. А кормить ладно, приготовить это можно. Можно заказать, но мыть потом это беда. Вот. И индейские вечера это когда? Индейские вечера. Из одной кастрюли все ложками едят. А я еще им ставлю музыку индейскую. Блин, блин, ситам. А потом одну кастрюлю водой залил, и с утра суп готов. Папа так готовил мне. Ну и что, вырос нормальным гражданином, налогоплательщиком. Тут же это важно. Да, вырос, конечно. А я к папе как-то пришел, у меня папа был в почтенном возрасте, когда моя мама вышла замуж. Да, но это же история, которую я прочитал с интересом. Да, да, реальная. Значит, папе, друзья, ничего не бывает случайно. Ванин папа, которого зовут, между прочим, Иван Иванович. Тоже Иван Иванович. У нас фантазия. Иван Иванович, все, да? Так вот, папа Иван, Иван Иванович, главврачом. Да? Правильно я же понимаю, работал? Военный хирург. Военный хирург. Что же мы удивляемся? Воевал с испанской войны. Вот. Да. И сколько было, когда родился ты, Иван, папе? 62 года. 62 года. А маме? 19. А мы удивляемся. Она была секретарем. Давайте поаплодируем. Девятнадцать лет. Да. И прихожу я к папе, ты вот про папу, я про папу. Да. Вспоминать. А он уже в таком возрасте-то. И он меня не ожидал. У него очень было странное чувство. Ему приличное. Приличное, но иной раз своеобразное. Он говорит, Ванюша, ты золото любишь? Я говорю, очень. Он взял у себя зубы, вырвал и отдал мне золотой коронкой. Солёшь? Вот щедрый человек был. Такой души. Да, а мне 13 или 14 лет. И вот после этого ожидайте от меня, чтобы я был адекватин. Потом. Удивительное дело. Вот это, конечно, рассказ. И просто надо понимать, кто был. Папа не был такой степени уж, ну просто вывода уже в то, что потом было. Или я прихожу, папа должен уйти в больницу. Причем все реально осознавали, что папа, будучи военным хирургом, шел умирать. Он в Бурденко шел, генеральский номер готовили. Он вышел из дома на Войковске. Я пришел проводить. Я пришел не то, что попрощаться. Я не знал, что делается. Мы встали в недоумение. Такая схожесть у нас все-таки, как это внутренняя. И он говорит, ну, наверное, что-то сказать надо. Я говорю, мне или? Ну да. Я говорю, передай привет бабушке. А бабушка умерла. Он говорит, хорошо. И все. Все. Да, и все. Друзья, давайте похлопаем. Ваниному папе. Вот так уходят герои. Без всяких там... Карл Великий оставляет на завещание. Меч Зигфрид, там, предположим. Да. Моему сыну Густаву. Да. Меч двурукий, там, онс. Моему сыну Мартину. Со всей остальной ерундой разберетесь сами. Вот, видите. Жарится чеснок. И сюда мы будем добавлять что? Томатную пасту. Нужно покупать самую простую томатную пасту. То есть не нужно покупать вот эти помидоры. Не-не-не. Вот простая томатная паста. Но это когда уже коричневого цвета надо будет чесать. Чуть-чуть она. Чуть-чуть залазится. Тогда, Иван, я оставлю вас на секундочку на нашей кухне. Друзья, у нас короткая пауза на рекламу, после которой мы вернемся. Вы узнаете, что мангал в переводе с армянского означает... И чего это тебя так в городской бане тянет? Ну, а восьмой тост у нас по традиции. За Исанбаеву. Антон Павлович Чехов. Попрыгунья. Дорогие друзья, с мангалером, который у нас в гостях. Иван Ахлобыстин, с которым мы готовим пасту различного рода. Для этого мы берем всю пасту, и эту пасту вот так вот берем, и прямо отправляем мы эту пасту всю. Прямо вот сюда. Да, Вань? Да. Прямо в кипящую водицу. Да. Делаем мы вот так вот. И все, сейчас через одну секунду окажется вот там внутри. Накрываем крышкой, и я бы еще, Ваня, знаешь, что сделал? Все, уже надо, иначе будет оно... Пережаренное? Все, достаточно? Да, горелый привкус будет, да. Все, хватит. Значит, мы берем, и что, и томатную пасту? Сверху, просто сверху. Все, простота и совершенство. Томатная паста, оливковое масло, жареный чеснок. Все. Друзья... Пища героев. Пища героев. Просто вкусно много. А я раздавлю пока консервы. Где они? Вот они. Лосось, обычная лосось. Вот, друзья. Да. То, что нам, я не знаю, Иван, как вам, но лично мне, не просто напоминает детство, а является синонимом слова счастья. Вот, я и говорил, супер. И важно очень проверить, тот ли лосось. Вот, посмотрите, что сделала, друзья, что сделала рука Ивана Ахлобыстина. Месиво. Месиво. Весело. Это можно есть. Вот прямо так, да, это нужно сделать? Можно так, мы бы съели так, я уверен. Да, да, без добавления ненужных ингредиентов. А, с учетом. Но с учетом того, что все-таки мы проверим, насколько у нас варится наша паста. Ну, еще варится. Она должна вариться 10 минут, она такая будет у нас. Плотненькая. Оп. Я люблю, когда чуть-чуть аль денте, чуть-чуть недоваренное. А вы, Иван? Я на полтерция выше. На полтерция повыше. Поварим. Но через 5 минут, даже через 3 минутки, мы это будем уже при помощи нехитрого инструментария поварем. Так, значит, сейчас нам нужно разъесть сковородку и в сковородке прямо разогреть солевое масло, да? Да, да, да. Прекрасно. Тогда мы, в принципе, берем уже сковородку. Да, оливковое масло. Где оно? Вот оно сейчас ставь, Вань, сковородку. И сюда же я прям вот наливаю и отбываю туда. Нет, подожди, надо чуть-чуть разогреть. Нельзя, нельзя на холодное масло. Нельзя. Оп. Оп. У меня, кстати, Дуся хорошо готовит. Вот есть талант. Анфиса старше, а вот вторая дочка очень хорошо готовит. Оксанка научилась готовить. Так мы надеемся, мы надеемся. 15 лет ушло. Ну, уже диковины такие она. Так. Читаем до 70. Зачем? Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас уже... Ага. Так. Ну, много ее получилось. Хорошо. Хорошо, Вань. А макарон мало, у нас было второй пакет. Вань. Ну, нет же, здесь детей, ну, поедим. Отдохнем. Да? Конечно. Мы можем сделать вот так. Если вы, Иван, волнуетесь, что у нас слишком много соуса, мы можем сделать вот так. Много, половинку прямо. Вот так. Потому что макароны, я все посмотрел, все достаточно. Вот так вот. Разогреваем соус. Ненужную часть мы его убрали. В этот момент мы выкладываем уже вот сюда тоже. Ну, вот так. Да? Да, 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 да. И достаточно много, да. Но мы любим, когда много. Да. Но мне нравятся простые блюда, чтобы я понимал, из чего это сделано. А что тут сложного-то, Вань? Что сложного-то здесь? Теперь мы чуть-чуть еще доливаем сюда маслица. Прямо вот так вот. Мне так хочется быть полезным. Да, друзья. А уже, Иван, мы сейчас уже выходим на финальную часть пользы. Когда, в принципе, мы можем смешивать это. Да? Да, вот так. И так. Сверху, да? И, наверное, это уже сюда. Да, уже вкусненько. А это же сюда. Можно сейчас потихонечку это смешивать. Вот так. Вот так. И вот так. Нам что-то смешивать надо будет. И это все мы... Не осталось драконового. Крови-то драконовой. Поэтому я чай предлагал. Не привести ли нам вот это в порядок? Что скажете? Нет, пока нет. Не надо? Нет. Прямо так оставить на подушечке? А может быть, чтобы красить? А потом, да. Мы когда есть будем, да? А мы уже есть, то сейчас и будем. Давай, накрыть надо. Накрыть? Да. Накрываем. Да это то, чтобы наша любименькая. Вот и да. Вот и да. Вот и да. Друзья, позвольте мне напомнить всем, как готовились блюда по рецепту Ивана Ахлобысты. Мы берем много чеснока, нарезаем достаточно крупными кусочками и обжариваем до золотистости в оливковом масле. Потом добавляем туда томатную пасту, самую простую. И уже после этого добавляем отваренную пасту, перешим и получаем счастливое времяпрепровождение за столом. Так вот, берете лосось или любую консервированную рыбу, измельчаете это вилочкой, разогреваете на оливково-масле сковородочке и добавляете туда свежесваренную пасту, перемешиваете и как будто у Вани Ахлобыстина за столом дома сидите. Так, можем. И вот так. Так. А может быть сразу сюда же положим и ту пасту? Не, зачем? Невкусненько тогда будет. Много. Все-таки мы соусов, потому что чуть-чуть кислит, но все равно классно. Так. А это? Настоящая еда. А это лакомство. Вот это еда, это лакомство. Так, и наконец, ну что, Иван, позвольте мне продегустировать. Да, чуть-чуть кислит, много соуса. Все зависит от томатной пасты. А, ну может быть. Так, ну и наконец паста с консервированным лососем. Ей равных нет априори, можно и не пробовать, очень хорошо. Ну-ка. А ничего. Да, не просто ничего. Ты ничего. Ох, ничего. Если вы отпустили жену... Навсегда. Нет. Если вы отпустили жену за покупками, а дети так голодных накормить быстро надо, да посуду лень мыть, наварите чан пасты с лососем. Дорогой Иван, отложите тарелку. Не дам я доесть вам. Почему? Поскольку сейчас призами устилать буду путь ваш домой. Неудобно мне. Может, так разойдемся. Нет, Иван. Просто доем. Нет. Дорогой Иван, мы дарим тебе новый соковыжиматель Борг с двумя дисками. Один для приготовления соков, другой для приготовления смузи. Вот, кстати, очень классная штука. Я купил себе мясорубку. Я хочу сделать котлеты из сердца. Сердце относится к сфинктеру. Выключай, все выключай. Что? Сфинктер. Это единственный элемент, который содержит, поддерживающий сердечную мышцу. Мне врачи рассказали. И вкусно как. Крупные терки, если с яичком, сердце, а также не перемолишь на обычное, оно же такое крепенькое, и язык и яйца еще хорошо. Так, а теперь от нашего спонсора корзина ароматного цейлонского чая Акбар. Чай Акбар – неиссякаемый источник бодрости и энергии хорошего настроения, дорогой Иван. И это для вас. Спасибо. Вы думаете, все? А нет, не все. От нашего спонсора, всемирно известного производителя посуды премиум класса компании Тапуэр. Мы дарим инновационные изделия, Иван. Набор контейнеров, умный холодильник и сковородовок от шефа. Готовьте изысканно и вкусно с новыми кулинарными книгами. Микс от Тапуэр. И это все для тебя. Друзья, сегодня у нас в гостях, слава богу, найдя время в своей насыщенной семейной и творческой жизни. Я еще спортом занимаюсь. Иван еще занимается спортом и является мастером спорта по айкидо. И по карате. И по карате. Ну ладно. Ну хорошо, друзья. Иван Ахлобыстин сегодня в смахе. Спасибо огромное. А у нас пауза. Увидимся с вами в следующей программе, когда вы узнаете, что желатин в переводе с белорусского означает хотел тебе, внучек, положить денег на телефон. Так вспомнил, нет у тебя телефона. И не внук ты мне.